Доктор Рейс является автором большого количества книг, научных изданий, и сегодня, да, к его мнению прислушивается огромное количество врачей, докторов, специалистов, друзья, по всему миру. Что касается сегодняшней темы, да, которую, так сказать, мы взяли, да, как самую главную, наверное, как самую важную тему, по просьбам, опять-таки, да, и наших докторов многоуважаемых, которых сегодня, да, у нас очень большое количество в нашей сети, и, безусловно, да, время диктует, наверное, сегодня именно этот вебинар. Это самая актуальная, самая злободневная тема, и нужно отметить, что у Арикса сегодня очень хороший как раз опыт, да, на рынке и Китая, на рынке Италии, там, где сегодня, да, наиболее, так сказать, да, прогрессирует именно этот вирус, коронавирус, вот, и у нас есть хорошие результаты. И совсем недавно, около недели назад, доктор Рей Стрэнд, лично вместе с Дианой Латсон, провел очень большую конференцию, да, трехчасовую конференцию, посвященную именно теме коронавируса, вот, друзья, поэтому внимательно слушаем, да, защищаем свой иммунитет, делаем наш организм более сильным, вот, чтобы мы действительно, да, могли противостоять, да, всяким неприятностям, и особенно вирусам. Я хотел бы начать наш разговор сегодня о самом коронавирусе, что же это такое, и как мы его понимаем. Коронавирусы, которые инфектировали животных за более полгода. Но за последние 20 лет вирус мутировал, и уже не только у животных, но этот вирус стал проникать и к человеку. На сегодняшний момент мы знаем семь коронавирусов, семь типов, которые инфицировали человека. Четыре типа коронавируса, они вызывают в основном такое состояние, как мы называем, простуды. Но был такой коронавирус, который назывался МЕРС, который действительно стал очень серьезным и опасным вирусом. Значит, этот тип коронавируса, он произошел в Саудовской Аравии, и смертность его составляет порядка 30% среди тех людей, которых зародились. I'm sorry, that was a Middle Eastern. The one that came from Saudi Arabia was called SARS, which was the next serious infection by coronavirus. Значит, тот, который пришел с Среднего Востока, он назывался МЕРС, а тот, который из Саудовской Аравии, он назывался SARS, который действительно стал опасным. Значит, если люди заражались вирусом под названием SARS, то это составляло 10% смертности. И когда этот тип вируса пришел из провинции Китая, в Ухан, люди действительно стали обеспокоены этим вирусом. Now, it's a new virus, and we are just learning more and more about it every week. Это действительно новый тип вируса, и мы узнаем буквально вот с каждой неделей, мы узнаем об этом вирусе все новые и новые данные. So, some of the confusion that we are now seeing in the media and throughout the world is because it's a new virus, and we're just learning about it. Конечно, вот эта вся информация, порой она очень смущает людей, потому что действительно это новый тип вируса, и мы получаем информацию о нем буквально каждую неделю. То, что мы знаем об этом вирусе, мы его называем COVID-19 в Америке, это тип вируса, который пришел из провинции Вухан, что это респираторный тип вируса. In other words, it primarily infects the upper respiratory system and has a tendency to go into our lungs. It's greatest tendency is to cause a pneumonia, a viral pneumonia in our lungs, and that's the most serious problem with this infection. Этот вирус, он вызывает пневмонию, причем вирусную пневмонию, и действительно, он является одним из самых опасных вирусов, которые вызывают такую вирусную пневмонию. Now, in China, this virus was causing a lot of deaths. In fact, they felt it was somewhere in the range of 2-3% of the individuals infected by this coronavirus were dying from the infection. But in Korea, in South Korea, we are having a different experience, and they are finding that the death rate is less than 1% and most less than one-half of 1%. So, in the United States now, we are starting to realize that almost the overwhelming majority of individuals who get this coronavirus infection have just a mild infection have just a mild infection, almost like a mild cold. Now, in the United States, we are beginning to test for more and more people. We've got a lot of tests for coronavirus now that have just been released this past week. Our Centers for Disease Control, called the CDC, has actually felt that now that we're going to be testing so many more people, we're going to find individuals who aren't that sick, who are going to test positive for this virus. So, what we're going to see is a large, larger number of people are going to be infected with the coronavirus, but we're also going to see that the death rate to this virus is going to go down. So, we're feeling now that the death rate is going to be somewhere between 0.1% to 0.5%, or significantly, low. So, this death rate to this viral infection is more like the respiratory flu. Now, it is not nearly as serious as the SARS or the MERS coronavirus, which had a 10% death rate, the SARS, or the MERS, which had over a 30% death rate. And, of course, we understand that the type of virus, which I talked about earlier, SARS, which leads to about 10% death rate, or MERS, which leads to about 30% death rate, other things that we're learning about this particular virus is the fact that it tends to be more serious in our older population. Now, children can get this infection, but they just don't seem to get that sick with this coronavirus. They have actually talked about people who die from the coronavirus are usually older, and they have a complication, like they might have diabetes, or asthma, or lung disease, like emphysema. Среди тех людей, которые сообщают о смерти людей, это люди пожилого возраста, и скорее всего, коронавирус вызвал у них реакцию на другую болезнь, То есть у них присутствовал либо диабет, либо астма, либо заболевания легких, такое как энфизема легких. И поэтому вирус спровоцировал те заболевания, которые у человека были. So this infection is most dangerous in our older people and those who have a compromised or weakened immune system. Этот вирус, он опасен для людей пожилого возраста, для нашего старшего поколения, у людей, у которых мы называем иммунную систему скомпроментированной, либо по-другому сказать слабую иммунную систему. Our CDC yesterday told us that the average age for those dying with the coronavirus is 80 years old. Наше агентство по изучению заболеваний в США вчера сообщили, что средний возраст людей, которые умерли от коронавируса, составляет 80 лет. Now, I don't know why it doesn't affect children as much, but every virus has its own unique characteristics. Я точно не могу сказать вам, почему этот вирус не так инфицирует детей, а вот больше пожилое поколение, но это потому, что у каждого вируса есть своя особенность, своя характеристика. Every virus is different, and we're learning more and more about this particular coronavirus each week. Каждый вирус, он особен сам по себе, поэтому вот коронавирус и его разные формы, мы изучаем это сейчас, каждую неделю. По поводу инкубационного периода, мы в Америке все-таки склонны считать, что инкубационный период меньше 14 дней. Now, I know one of the questions from the doctors was, why is it gone to three weeks, but we have not seen that here, but obviously this can change because it's such a new virus. Среди докторов, среди вопросов докторов СНГ был вопрос о том, почему говорили, что две недели инкубационный период, теперь три недели, но я могу вам сказать, что в Америке мы не видим, что это стало три недели, но, конечно же, вирус, он меняется, он изменяется и может информация поменяться. What makes this virus so dangerous, I believe, is the fact that many people who are infected by it don't really realize they have been infected by the coronavirus because their symptoms are so mild. So, but there's a good thing about that and the fact that if you do get infected by the coronavirus, you're going to find that your chances of surviving it are greater than 99.5%. And the most vulnerable people, again, are our older citizens, especially if they have an underlying health problem or a weakened immune system. So, again, most people will just get a mild fever, a sore throat, dry cough and be better in three or four days. However, the major complication is a viral pneumonia. However, the major complication is a viral pneumonia. The major complication is a viral pneumonia or a very serious chest or lung infection. And everybody's asking, well, what about a vaccine that we could get? And many companies all throughout the world, Israel, the United States, China, South Korea, they're all trying to develop a vaccine. But even the most optimistic projections is the fact that it's going to take well over a year to develop an effective vaccine against this particular vaccine. We are already seeing mutations or changes in the virus, but it does not seem to be changing the severity of the infection. There is no treatment now for this virus, it is not responding to any of our antiviral medications. Now, our pharmaceutical companies are looking at new medications that are in the development stage to see if they are going to take well over a year. They will have any effect on this virus. So, basically, there really is no vaccine, there is no treatment at the present time. So, I'm going to spend the rest of this webinar explaining how we can best protect ourselves from getting the virus and also building up our body's natural defense as a way to protect us from getting the virus. What we are learning in the United States from this virus from this virus. And the fact that the Center for Disease Control is the fact that the best way to avoid this virus are using simple techniques. Что мы выяснили в Америке и о чём нам говорит Центр по изучению заболеваний? О том, что методы борьбы с вирусом, они очень простые и элементарные. Так как этот вирус, он респираторный, то есть человек, который является носителем, он чихает, либо кашляет, и вот эти капельки, они как бы распространяются в аэрозоле вокруг нас, и человек, который попадает в этот контакт с чихающим или кашлящим человеком, они как бы распространяются в аэрозоле вокруг нас. То, о чём я сейчас буду с вами делиться, той информацией, это такая же информация, которую бы я вам рассказывал, если бы у нас была эпидемия гриппа, респираторного гриппа. То есть по своему действию это то же самое, что коронавирус. Так как, ещё раз говорю о том, что это респираторный вирус, люди, когда они чихают или кашляют, вирус попадает на поверхности, попадает на перила. Поэтому люди, касаясь перил, касаясь поверхностей, руками трогают лицо, трогают нос и таким образом распространяют инфекцию. Самое элементарное, с чего мы можем начать борьбу с вирусом, что мы можем мыть часто руки, причём обычным любым мылом. Можно, конечно, пользоваться дезинфицирующими средствами для рук, но в умеренных дозах. То есть не переборщить с этим. Мы, как доктора, которые работали с больными и с разными инфекциями, различными вирусными инфекциями, мы склоняемся к тому, что основным ключевым моментом защиты от вирусов есть мытьё рук. Очень частое мытьё рук с мылом. Второй важный момент. Будьте, пожалуйста, аккуратны, когда вы трогаете руками лицо, нос, либо рот. Значит, руки должны быть чисты. Пожалуйста, держите ваши руки от лица подальше. Если у вас есть кашель или простуда, пытайтесь, пожалуйста, кашлять вот так вот в согнутую руку, да, вот в локте, и защищайте других людей, то есть чтобы ваш кашель и насморк не летел в сторону. Now, many people are trying to wear masks as a way to prevent getting this virus. Некоторые люди одевают маски, пытаясь защититься от коронавируса. Но что мы поняли от наших учёных? Они говорят, что если маска сидит на лице неплотно, вы будете рукой её постоянно куда-сюда поправлять. Некоторые люди, тем, что они руками трогают эту маску, они могут сделать себе ещё хуже и увеличить риск распространения вируса. The only masks that probably are any good are surgical masks, and those are ones that seal really around your face and really can keep out 95% of all bacteria and viruses. И если говорить о масках, то наилучшими являются хирургические маски, которые будут хорошо сидеть на вашем лице, нос, губы плотно прилегать, которые действительно помогут вам защититься от 95% проникновения вируса. Now, in the United States, they are recommending anybody who is sick or has a respiratory infection, whether they know it's the coronavirus or not, should actually be wearing a mask, not to protect them, but protect everybody else. В Америке мы говорим о том сейчас, что несмотря на то, просто ли у вас респираторное заболевание, ли у вас вирус, даже если вы не знаете, коронавирус это или нет, пожалуйста, такие люди должны одевать маски, не для того, чтобы защитить себя, а чтобы защитить окружающих от распространения вот этой вот аэрозольной пыли с вирусом. Now, another key point that we are learning is that since this is aerosolized into the air, this virus, it is very important if you have a home air filter that filters out both virus and bacteria. Now, if you don't have an air filter or a high-quality one, then opening up your windows when you can and airing out your homes is very, very important. Now, we know that we need to be cleaning surfaces, such as our counters, our handrails, our handrails. We, конечно, говорим о том, что все поверхности в доме, кухня, столы, все должно обрабатываться щадящим химическим средством, которое будет убивать вирусы на поверхности. Now, to get a good quality one, to disinfect, it should have 40-50% plus alcohol, or it really isn't that effective. Now, you don't want to get super carried away, because some people are actually getting sick. from all of these chemicals, they're trying to clean their counters and tables and handrails with. So, you don't want to do so much that you get sick from a virus. So, you don't want to do so much that you get sick from a virus. If you have another source, you want to be careful and do everything in moderation. So, just to review. So, just to review. The main thing is just washing your hands with a mild soap or a sanitizer. That is key. And try to avoid touching your nose, your mouth with your hands. Wearing a mask probably isn't that effective, but if you feel more comfortable wearing a mask, don't play with it. Try to fit it as well as you can to your face and just leave it alone. And cover your coughs and your sneezes. And find some kind of disinfectant to clean your counters, your handrails, anything that you would be touching with your hands would be effective. And if you can find or have an air filter that has known to clean out viruses and bacteria, that would be excellent to run 24 hours a day in your home. And if not, at least open up your windows when you can, if it's not too freezing, and try to ventilate your house and get some new air in. Now, I'm going to move on now to talk to you about how you can build up your body's natural immune system to protect you from even getting the virus even if you're exposed. Now, our immune system is our great protector. Our biggest protector is our immune system. Everything we have done, the medical doctors and the scientists in our acts, we have been promoting nutritional supplementation and everything to build up and optimize your body's natural immune system. We are not just trying to protect you against the coronavirus, but the respiratory flu, any virus or bacteria. So this is what we have been promoting over all these years. And we promote this not only in the fight with coronavirus, we promote that we need to take additional food additions for the body, in case of any virus, like of virus, or some bacterial infections. The code V1-19 coronavirus is just the newest virus that we are going to have to deal with. And in the future, we're going to have to be dealing with other viruses. But our immune system actually is seeking out these viruses and bacteria that are trying to infect us and destroying them. So what we are learning is that people who have an optimized or healthy immune system, they, number one, are significantly decreased risk of even getting the virus. But even if they get infected by the coronavirus, their illness is very mild and transient. And so what I've shared earlier is that people who are vulnerable are those who have a weakened or compromised immune system and are older in age. So how can we best optimize our own immune system? The key Nutrify product, NRX, that will help boost your immune system is MOA. And I'm going to talk about two levels of recommendations for all of these nutritional supplements that RX has. The first recommendation is just a basic recommendation that will build up your immune system. The second recommendation would be for those individuals who are either infected or have been exposed to this coronavirus. What we have in MOA is over 36 super nutrients or superfoods that have been shown to improve our immune system. All of these super nutrients actually have been shown in the medical literature to actually build up your immune system. But I want to focus today because of time on the five medicinal mushrooms that are in MOA. Now I want to focus on the five medicinal mushrooms that are in MOA. ARX has actually increased the levels of all of these mushrooms that are not only medicinal, but they have been shown in all different studies to actually boost your immune system. So even with just one dose of MOA, the amount of these medicinal mushrooms that are in MOA, the amount of these medicinal mushrooms that are in MOA. is in a very high range. But in this situation many people can increase the dosing of MOA. During this very difficult time, what we want to see is that at least maybe you take two doses of MOA, and if you become ill or you're exposed to the virus, you can even go to three or four doses a day. So for everybody, no matter what, I would recommend at least one, if not two doses of MOA each day. Now, in this time, I would add Vinali because it has some unique characteristics and benefits. Vinali is a very potent antioxidant. It is 50 times more potent than vitamin C and 50 times more potent than vitamin E. Vinali is a very potent antioxidant. Now, it is also a natural anti-allergen. It is also a natural anti-allergen. If you have asthma, hay fever or any allergies, over time Vinali will improve those allergies. Now, Vinali is also a natural anti-inflammatory. My patients who have asthma, have lung disease, I find it's very effective to increase the Vinali. But what I have shared with you is the fact that, you know, remember this coronavirus is a respiratory virus. The other thing that we know is the complications are a viral bronchitis or a viral pneumonia that is the most serious complication. Well, Vinali has the ability to cut down that inflammation and help those problems. Vinali, as a anti-inflammatory anti-inflammatory. So, if you're in good health and you're not sick, I would at least take two Vinali and add it to the MOA. Now, Vinali is very safe, you can take a lot of it because of its safety margin. In the United States, anybody who has gotten a lung infection or that, we will, or the flu, it's not unusual for them to take four a day or six a day or even eight a day. Vinali is a very safe nutrient to increase the amount, but it is a very important one, not only to basically protect you, but if you get sick, but if you get sick to increase the amount you're taking. Vinali is a very safe product. Vinali is a very important one, not only to protect you. Now, the main nutrient that I love to build up my patient's immune system is CoQ10. In my research, in my writing of my books, I have found that CoQ10 is the most potent nutrient for optimizing your immune system. CoQ10 is responsible for over 90% of the energy production in every cell. Now, every cell that's important, but for high energy cells, like the heart muscle, the brain, and our immune system, CoQ10 is critical to have optimal levels. For such organs, such organs like the heart muscle, our brain, and our immune system, for such organs that consume more energy, CoQ10 is the key component for optimal health. So, you have Omega Q, which not only has the high quality fish oil, but it also has CoQ10 with it. So, as a baseline, I would be taking one or two doses of Moa, two capsules of Vinali, and two capsules of Omega Q. So, all of these, if you get an infection, or you're worried you have coronavirus, or you're exposed to it, you can increase all three of those. You can increase your Moa to two to four doses a day, the Vinali, you can increase, but also the Omega Q, you can go to four or even six capsules if you feel you're getting sick. If you feel that you're getting sick, and you're feeling that it's not coronavirus or any other virus, then you can increase the dose of Moa to two to four doses a day, the Vinali can increase to four capsules, and Omega Q can increase to six capsules a day. Now, the other nutrient that I'm adding in my patients, here in the United States, is Magni-Cal-D. Now, there's two reasons I really like Magni-Cal-D. Magni-Cal-D. Magnesium relaxes the muscles in the lung so that when you get that spasm or asthmatic reaction, it relaxes those muscles. Magni-Cal-D. 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 by getting them on additional magnesium. Всем своим пациентам, у которых есть астма и заболевания, которые мы называем энфизема легких, я рекомендую принимать продукт Magnic LD. Now, I've also like the Magnic LD because it has 2,000 IU of vitamin D3, the most potent vitamin D. What I have learned over the last year, there have been about 12 major studies where people who have the highest levels of vitamin D can decrease their risk of all viruses by over 50%. So, for my patients, you know, in this era of being concerned about the coronavirus, I'm really recommending 4 Magnic LD be added as a baseline of a very aggressive nutritional supplement program. So, I am recommending 2 Magnic LD morning and night for all of my patients and I'm not increasing it if you get sick. I recommend 2 capsules at night and 2 capsules at night but if you already have a disease I don't recommend увеличивать. Now, there, this is my base recommendation for everybody we can always add more you could add restorics you could you know do different things but that's my basic recommendation for you at this point. Now, this is a new virus. we don't know all of the things it's only been around for a couple months but everybody in the United States is feeling the most dangerous time for this virus is going to be the winter years in the cold winter months. Now, we don't know for sure but everybody's feeling as it gets warmer we get into the warmer months the threat of getting the corona virus is most likely going to go down. So, my last recommendation that I want to talk about is just good healthy lifestyles. Еще такая последняя моя рекомендация на сегодня пожалуйста все переходите на здоровый образ жизни. You know eating a healthy diet that contains those good you know dark leafy greens and good foods and not sugar or high glycemic foods. Наладьте свое питание ешьте побольше зелени листовой зелени продуктов овощей темно-зеленого цвета greens and you told sorry you told about greens and green vegetables no glycemic также к зелени добавьте уберите пожалуйста из еды сахара и ешьте еду с низким гликемическим индексом. и мы также знаем и если Диана Латсон была на этой звонке она сказала что просто кокс или кокс или drinks может уменьшить вредительную систему в порядке 50% и на нашем звонке когда была Диана Латсон она говорила что даже две бутылочки или две баночки содовой то есть любого газированного напитка за счет содержания в нем сахара она снижает ваш ответ на вирусы на 50% Если вы не едите достаточно овощей у нас есть такой продукт как giving greens который восполнит в вашем организме нехватку овощей я принимаю пюре норише потому что этот продукт во первых он без гмо без сои без молочных напитков без молочных компонентов и этот продукт содержит очень много хороших пищеварительных эндимов пищеварительных и конечно же нужно принимать много чистой воды пищеварительных пищеварительных я просто дают что это вирус не так серьезно как остальные коронавирусы мы видели в прошлом И те коронавирусы, которые были у нас ранее, они были не такие опасные, как те, о которых мы говорили, о SARS и MERS. Конечно же, в ближайшие недели и месяцы мы продолжим изучение этих новых вирусов, но это не то, чего нужно ужасно бояться. То есть иметь какой-то ненормальный страх по поводу этого вируса. Мы все-таки склоняемся к тому, что это будет такой респираторный грипп, ну и приблизительный процент в районе 0,1-0,5 процентов. Так как сейчас вакцину еще не нашли и нет такого стопроцентного лекарства от этого вируса, те рекомендации, которые мы сегодня дали по поводу того, как защитить свой организм, используйте их, пожалуйста, используйте их для того, чтобы усилить вашу иммунную систему, вашу природную защиту организма. На сегодня доктор Стрэнд заканчивает свою беседу с нами. Сейчас, наверное, в чатах поблагодарим его за то, что он нам рассказал, и он передает слово нам для того, чтобы завершить наш вебинар.